ПЛАТФОРМУ ПК А еще стоит помнить о том, что таким образом Sony пытается привлечь внимание к своей новой консоли, так что если Bloodborne и последняя God of War все же переберутся на ПК, то прежде всего в качестве рекламы предполагаемых продолжений на PlayStation 5. Но игроки вряд ли будут против, главное, чтобы не вышло как с Horizon Zero Dawn. Друзья, если вам нравятся наши выпуски и вы тоже удивляетесь, что про них знает так мало людей, прямо сейчас оставьте под этим видео комменты лайк. А если вы найдете силы лайкнуть и чужие комменты, то поможете нам еще сильнее. Все это позволит видео добраться до рекомендаций YouTube. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. Спасибо за вашу поддержку и начинаем! Летаете в Microsoft Flight Simulator или, как и многие, удивляетесь тому, что ваша вроде бы неплохая система выдает в этой игре 5 кадров в секунду и при этом гудит, как настоящий Boeing? Впрочем, высокие требования не помешали Ведьмаку от мира авиасимуляторов привлечь миллион пользователей за две недели. Вдобавок он стал крупнейшим запуском в истории подписки Xbox Game Pass. Виртуальные пилоты уже совершили больше 26 миллионов рейсов и чаще всего курс держали на свою малую родину. Поиски собственного дома тут — приключения, что надо. У Fortnite для iOS дела обстоят похуже. Спустя две недели после того, как Epic Games отказалась играть по правилам App Store, Apple удалила из магазина аккаунт компании. Скачать игры эпиков в магазине больше нельзя. Правда, доступ к Unreal Engine у разработчиков остался, так что сторонние студии могут продолжать использовать движок на этой платформе. Google пока ничего не предприняла, но корпоративные разборки только начинаются. Эта история вряд ли быстро закончится. На прошлой неделе Nvidia провела презентацию, на которой анонсировала видеокарты 30-й серии. Первые ускорители на базе архитектуры Ampere обещают разогнать как следует даже тяжелые игры. Флагманская RTX 3080 якобы вдвое мощнее, чем 2080. Идеально подходит для разрешения 4К с трассировкой лучей. В некоторых играх она якобы способна вытянуть при таком разрешении 144 кадра в секунду. Прирост производительности действительно впечатляет. В Control, согласно тестам Еврогеймер, больше 70%. В Doom Eternal, как заявляет сама Nvidia, около 50%. RTX 3090 предназначена для тех, для кого Next Gen это никак не меньше 8К. Ну а тем, кто готов довольствоваться разрешением 1440 точек, хватит и младшей 3070. Она быстрее, чем 2080 Ti и стоит при этом значительно дешевле. Ценовой диапазон таков. 1500 долларов или 137 тысяч рублей за самую дорогую модель, 700 баксов или 63,5 тысячи деревянных за среднюю, и 500 зеленых или 45,5 тысяч в российской валюте за младшую. Флагман появится в продаже 17 сентября. Для наглядности Nvidia показала работу трассировки лучей в Cyberpunk 2077, Game Call of Duty Black Ops Cold War и Watch Dogs Legion. Спорить о том, насколько лучше выглядят отражение и освещение, можно бесконечно. Оставим это тем, кто не знает, куда применить навыки эксперта в области компьютерной графики. Fortnite поддержка RTX появится уже в этом месяце, а до конца года в эту игру, а также в другие шутеры, в том числе Apex Legends и новую Call of Duty внедрят свежие технологии под общим названием NVIDIA Reflex, снижающие задержку ввода. Для тех, кто не готов встречать Next Gen с распростертым кошельком, есть развлечение поскромнее, например, новый Шерлок Холмс с подзаголовком Chapter One от украинской Frogwares. Следующая часть предлагает вспомнить молодость. Не вашу, а детектива. Ваша вряд ли была настолько насыщенной. 21-летний Шерлок вернется на остров в Средиземном море, где провел детство, и будет распутывать мрачные тайны мира, спрятанного за райским фасадом. Помогать ему будет Джонатан, таинственный и, похоже, слегка воображаемый друг. Игра обещает быть немаленькой, кратчайший путь до финала займет около 15 часов, а если заглядывать в каждый уголок, то можно залипнуть и на все 40. Разработчики не станут указывать, как вам поступать с подозреваемыми, так что ничто не помешает встать на сторону виновного, если посчитаете местные законы несправедливыми. Кое-где разрешат пострелять и покидаться дымовыми бомбами, но строго по сюжету это все-таки не GTA. Хотя местами все-таки чуть-чуть GTA, потому что на острове разрешат обустраивать собственный дом. Геймплей покажут в декабре или январе, а премьера состоится в следующем году на ПК и консолях двух поколений. А вот теперь пришло время погрузиться в воспоминания о собственной юности, конечно, если в ней нашлось место чудесной серии Suikoden. Ее создатели Йоситака Мураяма и Джунку Кавано сейчас делают RPG Auden Chronicle 100 Heroes. Проект ждут десятки тысяч ностальгирующих игроков. Их стараниями на Kickstarter было собрано больше 4,5 миллионов долларов. Это третий результат в категории видеоигр после Bloodstained Ritual of the Night и Shenmue 3. Auden унаследует от своих предшественниц пошаговую боевую систему и историю с участием множества колоритных персонажей. Ждем 2022-й. Поиграть можно будет на ПК, а также нынешних и новых консолях, в том числе загадочной системе Nintendo следующего поколения. Видимо, авторы знают о ней больше, чем мы. Nintendo не рассказывает о том, что будет после Switch, но охотно делится другими новостями. В последнем выпуске Direct компания анонсировала кучу переизданий, приуроченных к 35-летию Super Mario Bros. 13 ноября перевыпустят старенькую консоль Game & Watch, в варианте с цветным экраном и крестовиной. В ней можно будет запустить оригинальных Супер Братьев и еще пару игр. В феврале выйдет расширенное издание Super Mario 3D World с кооперативом на четверых. 1 октября подписчикам Nintendo Switch Online откроется мультиплеерная версия Super Mario Bros. на 35 человек. Это что-то вроде Королевской битвы, до финала добирается только один. А 18 сентября настанет черед сборника с трехмерными Super Mario 64, Sunshine и Galaxy. Только не смотрите на ценники, а то принцесса Питч просидит в заточении до самой старости. Кажется, у одной из лучших игр для Nintendo Switch появится продолжение. Именно так хочется трактовать незамысловатый твит Хидеки Ками. Сообщение состоит из слов Astral Chain 2. И хотя оно уже удалено, а сам геймдизайнер известен своей склонностью к троллингу, мы будем рады узнать, что это был не розыгрыш. Продолжаем. У нас осталось еще немного коротких новостей. Наученные горьким опытом авторы No Man's Sky, напротив, стараются действовать осторожно. Человек-мем Шон Мюррей знает, что мечтать вслух опасно, поэтому о следующем проекте Hello Games рассказал лишь, что он амбициозный и не связан с No Man's Sky. Тактика хорошая. Посмотрим, смогут ли разработчики ее придерживаться. Мик Гордон однажды тоже не выполнил обещания и до сих пор за это расплачивается. Бефезда не позволила ему написать музыку для первого дополнения к Doom Eternal. Отрываться в DLC игроки будут под треки от Эндрю Хальшульта, композитора Dusk, Эмит Ивил и Квейк Чемпионс. Эндрю может и не миг, но дело свое знает, так что новость точно неплохая. Еще немного о музыке. Фанаты не ошиблись в своих предсказаниях, а Кира Ямаока вернется в хорроры в паре с Элизабет МакГлин, которая работала с ним над Сайлент Хилл. Певицы участвуют в записи композиций для The Medium от создателей Layers of Fear. Теперь пройти мимо этой игры станет невозможно. Какие проекты выйдут на следующей неделе, вы узнаете из нашей постоянной рубрики Календарь Games Blender. THQ Nordic предлагает вспомнить ролевую игру Kingdoms of Amelie Reckoning. 8 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4 появится ее ремастер с графическими и геймплейными улучшениями и каким-то новым контентом. Судя по трейлерам, графика не слишком похорошела, но вряд ли это станет помехой для тех, кто не против вернуть свой 2012-й. Также во вторник выйдет Некромунда Underhive Wars по настолке во вселенной Warhammer 40 000. Это пошаговая тактика про то, как цветастые панки бороздят ирокезами загаженные туннели под городами-ульями, пытаясь доказать, что именно их дом достоин власти и богатства. Устраивать разборки на заброшенных заводах и железнодорожных станциях можно также в мультиплеере на четверых. Платформы ПК, Xbox One и PlayStation 4. Еще один релиз вторника — Roguelike с тактическими боями Star Renegades. Противники умнеют по ходу игры, а задания и события создаются случайным образом, так что каждое прохождение обещает быть свежим и ярким. Картинка подкупающе приятная, осталось проверить, насколько хорош геймплей. Пока игра заглянет только в Steam. Пора возвращаться во внешние миры. В среду The Outer Worlds обзаведется первым сюжетным расширением Peril on Gorgon. Только учтите, что основная сюжетка на Монархе должна быть закончена. Дополнение рассчитано на тех, кто готов к хардкору. Каньоны астероида кишат мутантами и спятившими мародерами. Всему виной провалившиеся научные эксперименты. Что здесь произошло, помогут узнать многочисленные квесты и дневники местных обитателей. Свежее оружие, перки и прочие новшества прилагаются. В пятницу на ПК и консоли прикатит ретро-футуристическая аркадная гонка Initial Drift. Создатели уверены, что смогут угодить всем поклонникам жанра, но это еще предстоит проверить. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте ставить лайки и до встречи в новых выпусках GamesBlender, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok